Всем привет, с вами Ванок. Знаете, иногда хочется создать такое видео, где я бы рассказал, что случилось на канале и со мной за последние месяцы, какие у меня планы, что интересно было из событий, что меня гложет, все-таки в этом духе, ну то бишь просто поделиться своими впечатлениями, мнениями и просто подискутировать с вами на отличенные темы, но связанные все-таки так или иначе с нашим каналом. В общем-то именно поэтому я сегодняшнее видео записываю, как раз потому, что скопилась порция различных данных, различных новостей, различных планов и я думаю, что вам, по крайней мере, некоторым из зрителей было бы интересно их узнать. Ну в первую очередь о последних новостях, вообще что интересного произошло, я думаю, что некоторые вещи более-менее внимательные зрители и так уже заметили, но не грех будет их еще раз описать. В первую очередь я думаю, что будет интересно узнать об апгрейде моего компьютера. Ну конечно апгрейд это очень громко сказано, потому что в принципе-то на самом деле прям так сильно и в глобальном плане ничего не поменялось, но вот те мелочи, которые произошли, которые случились, они достаточно сильно повлияли, по крайней мере, на определенные игры и на самом деле этот апгрейд очень, кстати, пришелся. Дело в том, что я докупил себе оперативку на компьютер и также купил себе SSD, то бишь твердотельный накопитель, точнее не вместо, а дополнение к жесткому диску и все это, в общем-то, позволило мне почувствовать во многих играх прирост определенной производительности, особенности в Kingdom Come Deliverance. Я думаю, что вы помните мои ролики по данной игре, где я жаловался на то, что игрушка совершенно не оптимизированная, и в принципе на самом деле эту позицию я не сменил, то бишь я считаю, что действительно Kingdom Come очень кривовато в данном плане именно в состоянии беты, причем когда была альфа, игрушка лучше себя чувствовала, как ни странно. Соответственно бета сейчас ну очень тормознутая, очень уж она плохо оптимизированная, но конечно же это не мешает тем, кто испытывает проблему делать определенные вещи, определенные телодвижения. Собственно вот такое телодвижение я и сделал, сделал это вышеуказанный апгрейд, и произошли следующие вещи. Ну в первую очередь SSD. SSD на самом деле это сейчас, как ни крути, a must-have для более-менее современных игр, для тех, кто хочет эти игры на полную использовать, особенно если это игры и какие-то там простейшие шутеры, где в общем-то, хотя на самом деле и шутеры сейчас современных SSD тоже нужно, но особенно SSD нужен там, где много приходится большие объемы грузить, где есть, допустим, открытый мир какой-то, лишь где много текстур, еще чего-то в этом духе. Ну то есть там, где происходит постоянное обращение к жесткому диску, где жесткий диск используется на полной мощности, где он попросту не справляется. И соответственно на смену, на помощь этому жесткому диску приходит SSD, тот самый твердотельный накопитель, который по сути является на самом деле большой флешкой, то бишь объемом от там где-то 60 гигабайт, по-моему, минимальный размер сейчас с SSD, до там терабайта, может даже где-то больше есть, и с очень высокой скоростью, в разы больше, чем у жестких дисков. Это, соответственно, позволяет играм быстрее грузиться, быстрее подгружаться, что даже важнее, то есть не только загрузить игру перед тем, как ты начнешь играть, но и в процессе, когда всякие текстурки там подгружаются, еще что-то в этом духе. Вот как раз то, что и происходило в KineCamp, когда многие текстуры просто не успевали загружаться, просто не справлялся жесткий диск. И, соответственно, в этом плане SSD очень сильно помог, ну и естественно, я использую для других игр, и это действительно, скажем так, чувствуется. Причем на самом деле надо заметить, что я долгое время облизывался вокруг данной железки, вокруг данной игрушки, можно даже сказать, потому что я понимал, что, в принципе, она мне в целом нужна, но вот конкретных примеров, когда я видел, что вот тут уже и без нее не обойдешься, я не встречал. И вот, в принципе, KineCamp как раз стал таким точком, хотя на самом деле сейчас ты видишь, что и многие другие игры стали гораздо лучше играться, гораздо быстрее, меньше проблем в них возникает именно с SSD. Ну, по этому делу, конечно же, у меня сейчас не гигабайтный какой-то там стоит, у меня всего лишь на 120 гигабайтный, на не терабайтный, вот. Соответственно, у меня стоит всего лишь 120 гигабайт, когда-то это на самом деле было очень много, прям завались, но сейчас 120 гигабайт, знаете, так, ни о чем для многих, особенно тех, кто любит какую-то там фильмотеку себя держать, ну, понятное дело, что для них 120 это мало. Ну, я как бы в данном случае исходил из принципа соотношения цена и качества, то есть я купил не самый уж простенький, не самый дешевый SSD, с одной стороны, с другой стороны, именно для моих целей, для моих задач, которые я ставлю, в принципе, 120 гигабайт в целом хватает, конечно, вот сейчас есть некоторое напряжение касательно Банглорда, который я все-таки, наверное, хочу на SSD поставить, но при этом, судя по системным требованиям, то есть сколько там, 60, по-моему, гигабайт объявили разработчики, что нужно будет, этого как-то уж совсем, мне кажется, много, но ладно, как ведь выживем. Ну, и плюс, соответственно, обновил я оперативку, тоже, на самом деле, такой забавный момент, у меня вообще до этого стояло 8 гигабайт, когда это тоже казалось прям вообще сверх нормы, просто, не знаю, огромное количество оперативки, зачем столько еще? А сейчас я понимаю, что, на самом деле, зачем-то столько уже как-то, знаете, уже и в рекомендованных требованиях, а то и в минимальных у некоторых стоит, что 8 гигабайт надо, не меньше, и начинаешь понимать, что оперативка тоже, на самом деле, вещь достаточно прожористая в последнее время стала, многие игры требуют много ее, тот же самый Kingdom Come, опять же, если с ним по аналогии ставить, то 8 гигабайт, с учетом того, что у меня еще там система сколько-то потребляет, какие-то фоновые программы сколько-то, ну, и, соответственно, сама игра, ей зачастую этого не хватало. Конечно, можно было бы заняться оптимизацией, то есть там что-то убирать из автозагрузки, настраивать, все это, на самом деле, можно, но все равно это, конечно, не как в мертвом припарке, но в определенной степени есть в этом доле бесполезность, потому что, так или иначе, все равно столкнешься лбом о той идее, что тебе нужны еще больше оперативки, а так как она сейчас не самая дорогая, даже несмотря на курс пресловутого доллара, я понял, что, ну, что, потрачу ее немножечко, докуплю такие же планки, почти такие же, если быть точнее, потому что такие же я не нашел, но, в принципе, вполне себе нормально стали чуть другие, они, в общем-то, отличаются всего лишь тем, которые у меня сейчас стоят, они двухсторонние, или нет, односторонние, по-моему, а те, которые я поставил, двухсторонние. Ну, я не буду вдаваться в подробности, что такое односторонние, двухсторонние планки оперативной памяти, ну, просто вот такая датность есть, соответственно, в итоге у меня получилось аж 16 гигабайт. Я, на самом деле, думал изначально, может быть, купить совсем другую память, то есть заменить ту, которая есть, поставить больше частоты, но понял, что, на самом деле, это бессмысленно, потому что у меня сейчас процессор просто не позволяет памяти больше частоты поставить, вот такая тоже еще железная особенность, техническая. Опять же, не хочу вас сейчас грузить это, и кто, думаю, знает, тот и так поймет, о чем я, а кто не знает, ну, я все равно сейчас им не объясню все это дело. В общем, так или иначе, просто я докупил в итоге память, в итоге получилось 16 гигабайт, достаточно много, и буду надеяться, что пока что это вполне себе норма будет хватать мне. Ну, потому что, в общем-то, как мне кажется, у меня скорее, я встану перед вопросом обновления видеокарты и процессора, а раз процессор, то еще и материнская плата, и вот уже будет от этого остальное тянуться. Но пока что вроде более-менее, хоть, конечно, не навороченный у меня компьютер, хоть все равно в целом он уже такой более-менее устаревший, ну, то есть тянет современные игры, но уже, скажем так, явно не лидер современных технологий, и поэтому, по этому делу, что рано или поздно я, опять же, если, конечно же, буду продолжать заниматься вот этим самым богомерским делом играния в компьютерные игры, я столкнулся еще и с необходимостью обгрейдить что-то другое. Ну, на этом все, а то что-то как-то много, я долго рассказывал про это дело, хотя на самом деле дело очень важное, я думаю, что в будущем еще это мне аукнется, правда, аукнется в хорошем плане, что этот апгрейд сделал, ну, и мы идем дальше. Что еще у нас появилось? А появилась у нас новая заставка канала. Собственно, что это вообще за вещь такая, чему мы обязаны? Ну, что за вещь, я думаю, понятно, что заставку видят все, когда вы включаете ролик, у вас начинается какой-то там перед самим видео небольшой отрывочек, скажем так, ну, не с анонсом, ну, что-то вроде того, ну, в общем, вы поняли, да? В общем-то, это и есть заставка, заставка канала, то есть, когда какой-то логотип Саник в Кальраде появляется, как-то он хитро обработанный. Самый первый логотип был совершенно простейший, там вообще ни о чем было, и, в общем-то, даже говорить о нем смысла нет. Потом нам одно время появился на канале, достаточно неплохо сделал логотипчик, ну, правда, он типовой был, шаблонный, поэтому мне он не особо нравился, но выглядел он неплохо, где там просто появлялась надпись Саник в Кальраде под такую озвучку специфичную, а-ля там какой-то, опять же, шаблонный звук с подсветочкой, с бликами. Ну, в общем, выглядело все неплохо, но я понимал, что на самом деле, ну, может быть, это, конечно, на самом деле и в целом нормальная заставка была, но меня не устраивало то, что она не отвечала требованиям, не показывала саму суть нашего канала, саму суть Саник в Кальраде. Я начал придумывать что-то свое. В итоге вот как раз родилась после некоторых мук та заставка, в которой она у нас достаточно долго висела, то есть когда просто всадник на движущемся фоне играет музыку, та самая многим известная уже, и многие, кстати, спрашивают до сих пор уже, что это за такая музыка играет у нас на фоне, я на всякий случай даже скажу, это Аркона Солнцеворот, достаточно интересная композиция, отечественная группа, и все-таки в этом духе. Кому интересно, ищите. Ну, и, соответственно, эта заставка долго у нас продержалась, пока я не решил, что тоже что-то как-то мне уже надоело, тоже она какая-то уже банальная стала, заезженная, мне нужно что-то сделать интересное. И на самом деле начал я сам пытаться это самое интересное сделать, разобраться, попытаться в редакторе что-то сваять, но понял, что на самом деле, ну, нет, не хватает мне опыта для таких дел. Я, так сказать, как и многие многостаночники, во многом умелец, но, точнее, даже не умелец, а, скажем так, во многом делать что-то умею, но именно вот умелец, мастером, ни в чем из этого не являюсь. И вот, соответственно, вроде как у меня и дизайны там сайтов рисовать, если надо, получается, и тексты писать, и видео снимать, и видеоредактор работать. Но когда все пытаешься именно на профессиональный уровень вывести, точнее, попытаться это рассмотреть с точки зрения профессионального уровня, то понимаешь, что на самом деле это все очень наивно, очень все про панство, как так получается. В общем, получается все не очень хорошо. И, соответственно, я эту тему отложил. Пускай я публиковал, так сказать, на форуме предложение, сказал, как вам такой, скажем так, эскизик будущей заставки, мол, вот я что-то такое придумал, предложил оценить. Народ оценил, и тут неожиданно появился такой человек, которого зовут Марк. Он у нас, на самом деле, занимался в свое время еще и созданием такого мода, как Крузейдерс. Соответственно, на самом деле, человек очень хорошо разбирающийся в подобных вещах. Ну, на самом деле, не только в видеороликах, но и в том числе. Он хорошо рисует достаточно, и хорошо разбирается в редакторе Adobe Premiere, по-моему, он работает, если что-то не путаю. Ну, да, по-моему, Adobe... Или... А, нет, Adobe Post Effects, как-то так называется программа. Ну, в общем, вы поняли, программа от Adobe. Если я, допустим, работаю с Sony Vegas, программа, которая, в принципе, меня вполне устраивает, но для вот именно всяких спецэффектов, она плохо подходит. А он именно в той программе хорошо разбирается, и он сказал, давай, я все-таки тебе что-то придумаю сделать. На самом деле, фишка в том, что он мне еще раньше обещал сделать... Ну, не обещал, точнее, а говорил, что, в принципе, я тебе могу сделать заставку, нужно, единственное, что материал какой-то подобрать. Вот. И он, кстати, еще и мне логотип сделал новый, который сейчас используется, в том числе, на нашем канале. Тоже, что ему большое спасибо. Вообще, человек очень мне сильно помог. В общем, на самом деле, я скажу так, что без него его данной заставки просто бы не появилось. Он просто взялся, сделал на основании эскиза, то есть, в принципе, взял мою идею, но доработал и сделал ее гораздо профессионально, гораздо качественно. И на самом деле, мне кажется, что очень даже неплохо получилось, потому что, в принципе, ну, как ни крути, конечно, да, есть те, которые сказали, что нам это не очень нравится. Ну, я так посмотрел, я же специально проводил специальную оценку, то есть спрашивал людей, как вам нравится, не нравится. И понял, что, на самом деле, во-первых, количество лайков поставленных было достаточно большое. А это, на самом деле, очень важно, потому что, в принципе, многие те, кому обычно нравится, они, как правило, не пишут. Пишут в основном комментарии те, кому, наоборот, не понравилось. Соответственно, получилось так, что как раз я оценил, что, в принципе, во-первых, было не так уж и много отрицательных отзывов, и были и положительны, а во-вторых, в итоге получилось так, что, на самом деле, я не видел прямо такого резкого отрицания. Кому-то, в общем-то, не понравилось то, кому-то это, но это были все детали, отдельные детали, которые, в общем-то, общую роль не играют. И в итоге понял, да, надо ставить, в общем-то, почему бы и нет И, соответственно, у нас такая вот заставочка появилась На самом деле очень интересная, красочная, насыщенная И, в общем-то, я думаю, что мы ее оставим надолго Потому что что-то лучшее я, вряд ли, сделаю Ну, это очень маловероятно, что я до такого уровня дорасту Ну и, соответственно, идем дальше Еще у нас, чего у нас такого интересного было Были следующие Во-первых, если вы помните в некоторых роликах Которые появлялись еще где-то там в июне, в июле Или, может, даже раньше, я жаловался на то, что у меня началось сползать столько от микрофона На самом деле мелочь сильно раздражает Потому что вот начинаешь ты общаться, когда у тебя микрофон на уровне твоего лица На самом деле микрофон должен быть чуть ниже Ну, точнее, все зависит от настроек Но вот если он будет на уровне моего лица То есть, соответственно, просто я не буду видеть монитора Что-то передо мной происходит Он немножко чуть ниже, как раз так получается, что я голову наклоняю И вот звук доходит А со временем он начал спадать вниз просто Мне, честно говоря, сложно вам объяснить Ну, представьте себе стойку а-ля журавль Она, в принципе, так вроде как и называется То есть, когда у нас тренога Из этой треноги торчит палка На этой палке, соответственно, находится кронштейн И кронштейн, поворотный механизм Соответственно, из этого поворотного механизма Выходит вторая палка, на которой уже в другом конце держится микрофон Соответственно, получается так, что тренога стоит сбоку от меня А палка вытянута как раз таким образом Чтобы микрофон оказался передо мной Соответственно, вот эта палка, вот самый кронштейн-держатель Он со временем начал разбалтываться Соответственно, вот эта самая палка горизонтально Она начала вниз опускаться В итоге микрофон чуть ли не к столу прижимался В целом, на самом деле, он совсем до конца не доходил То есть, говорить было можно Но как-то было неприятно Я начал как бы разбираться, что делать Просто это дело все раскрутил Посмотрел, что там, на самом деле, все дело в том Что там находится такая резиночка Эта резиночка уже подсохла Немножечко развалилась Ну, не развалилась, она начала уже, скажем так Как плохо держать ее свойства Ввиду того, что резина все-таки не самый лучший материал В плане прочности В общем, случилось не очень приятно Я просто, как бы, он уже микрофончик Мы все-таки не новый Ну, и я что сделал Я просто, во-первых, с другой стороны Эту резинку положил Там немножко доложил Лучшего строительного материала А именно бумаги Ну, понятное дело, что Самое постоянное в этой жизни Это временно Ну, и вот, соответственно, вроде как Все настроил Теперь вроде нормально закручивается Не спадает Ну, не знаю, как долго это продержится Еще что у нас появилось Это, соответственно, появился у нас Стримчик Что у нас вообще такое Стримы на нашем канале Это вещь достаточно редкая Это вещь достаточно необычная Потому что, в общем-то, стримов у нас Раздая пчелся За все время существования канала было Но вот в этом году Случился стрим Само все события У нас стримы чуть ли не По 1-2 штуки в год И в этом году, соответственно У нас был стрим Точнее, рестрим Но это не совсем полноценный стрим Но все-таки что-то вроде такого По баннеллорду Когда просто PC Gamer Weekender Или кого-то там Уже из головы вылетает Сейчас говоря Название этих выставок Многочисленных Ну, в общем Одну из этих выставок Мы просто сидели Обсуждали Я сначала изначально думал Кажется, что буду пытаться Все дело приводить Но понял, что это достаточно сложно Особенно с учетом То, что много говорил Капитан Ласт А Капитан Ласт Он обладает, скажем так Очень специфичным говором Который очень сложно разбирать Особенно во время стримов Ну и, соответственно Случился недавно стрим Который касался Недавно вышедшей игры Под названием Тагер Найт Собственно, Тагер Найт У нас до этого На видеоканале На нашем Не очень много-то и появлялся И для многих Может быть Это даже стало неожиданностью Но игрушка Я это ждал Ну и, в общем-то Я думаю, что Правильно делал Что я показал К ней был определен интерес Интерес мы удовлетворили Посидели пару часов Что тоже, на самом деле Много Потому что обычно Я заметно меньше стримлю А тут на два часа Мне хватило Пообщался Посмотрел Что там комментирует Поотвечал Показал игру Показал различные режимы Прокачался В общем В процессе Ну, было очень Мне кажется Вполне интересно Пускай, да Не так много было зрителей Но они были Опять же Еще раз Повторюсь Спасибо им большое За это Мне очень понравилось Что люди пришли Что-то обсуждали Это на самом деле Радует Потому что Если был пустой Чат для комментариев Было бы просто интересно Я думаю Меня бы не хватило Наверное И на полчаса При таком раскладе Потому что В пустоту работать Как-то неинтересно В пустоту я и так могу Работать и без стримов Вот Соответственно Стрим Мне кажется Вполне нормально Получился Единственная проблема Была со звуком Точнее С громкостью Этого звука Все дело в том Что на самом деле Я для этого стрима Обновил программу Даже не просто обновил А поставил Капитально новую версию Это на самом деле Программа называется OBS Ее многие используют Потому что Очень даже удобная Программа для стримов Очень функциональная И соответственно До этого У меня была Программа Просто называлась OBS Точнее Open Broadcaster Соответственно Ее разработчики обновили Назвали ее OBS Studio Там очень много чего Появилось Новый функционал На самом деле Очень даже удобно Что разработчики Это все сделали Но есть один нюанс Пришлось мне все дело Настраивать заново Потому что это не просто Патч какое-то обновление А капитально новая версия И соответственно Этой версии Пришлось заново настраивать Заново настраивать В том числе и микрофон И громкость И соответственно Вот это самое дело Аукнулось Хотя на самом деле Я до этого все делал Тестировал до стрима Вроде как нормально Все получалось А на самом стриме Почему-то получилось тихо Ну сейчас я уже выкрутил В будущем соответственно Будет звук я думаю получше Хотя в принципе на записи Там за исключением Первых там нескольких секунд Пока мне сказали Что тихо Было ну очень плохо слышно А потом в принципе терпимо Хотя конечно не комфортно Но терпимо В общем так или иначе Стрим хорошо В общем даже получился Без каких там Косяков Хотя игрушка на самом деле Таггер Найт Достаточно сложная Для стрима Пришлось это дело Заранее готовить Утром встать Когда только она вышла Соответственно Все делаю настроить Что же там отдельный клиент Который Как я рассказывал Что там два по сути клиента Один это боевой Один это для менеджмента Для менеджмента Его труднее захватывать Потому что он В оконном режиме Да еще и Не на весь экран Ну в принципе Сам боевой клиент Там попроще Но вроде как Все опять же нормально получилось Без стучка и задоринки В общем стрим удался И в будущем будем ждать Может быть еще что-то сделаем Ну наверное в первую очередь Пока что Так сказать Темой для стрима Является Самый ожидаемый бонулорд И если уж он выйдет То конечно же Его постримим Ну а может быть Что-то еще в будущем Интересное появится Что тоже возникнет Желание вам показать Ну соответственно Это и возможность будет Плюс Затрагивать технические моменты Как в принципе В целом Мы это и начали делать Еще нужно обсудить Такой момент Как настройка Рендеринга видео Вот скажите Что это такое вообще Зачем это нам надо знать Ну в принципе На самом деле Тут ничего особенного Не произошло Просто дело в том Что я одно время Баллался Пытался сделать Такую фичу Как рендеринг С использованием GPU Тут надо сделать Отступление Я конечно до этого Роди как не пытался Возгрузить А сейчас немножко загружу Что такое вообще GPU рендеринг Есть у нас на самом деле Два Ну в глобальном плане Как бы Которые мы в бытовом виде Можем использовать Рендеринга Это рендеринг С использованием КПУ То есть процессора И рендеринг С использованием С помощью графических карт То есть как бы Когда мощности Используются Не только процессора Но еще и графические карты Соответственно Это позволяет Ускорить процесс рендеринга А рендеринг Кстати да Я и сказал Рендеринг Это такая вещь Когда вы Какое-то видео записали Вы его после этого Обработали в редакторе И после этого В редакторе Он еще должен Скажем так Превратиться В готовый видеоролик То есть нельзя Просто взять Видео Что-то там в редакторе поделать и просто сохранить как Word-овский файл. Нужно его отрендерить. Соответственно, вот этот самый рендеринг, он в зависимости от настроек может в итоге выдавать вам разные качества видео, разное расширение, битрейт, разное качество и, соответственно, с разной скоростью все будет происходить и разное место на жестком диске в итоге будет занимать. У меня до этого, соответственно, стоял просто КПУ-рендеринг с среднеонными настройками, то есть, в принципе, одно видео у меня где-то занимает в зависимости от того, насколько насыщено действием. Оно там может 5 ГБ, 8 ГБ, может, наоборот, 3 ГБ еще меньше занимать, но обычно игровое видео, которое условно, допустим, 40 минут длится, да, и обычно соответственно рендерится оно достаточно долго и я хотел, ну, решил, что может быть я смогу это дело ускорить, соответственно, подключить к ГПУ, соответственно, в итоге по времени там чуть ли не в два раза, ну, ноги, некоторые точнее, пишут, что это очень сильно помогает, но в итоге скажу, забегая вперед, ничего не получилось, скажем так, да, вроде как работает видеокарта, но не на полную мощность, как-то все равно все-таки криво получается, и сам по себе, на самом деле, кодек, который я использовал, может, там как-то все иначе было, можно настроить, но я не разобрался, причем даже это я не в первый раз, когда попался разобраться в этом деле, в общем, так или иначе, не получилось особенно ничего, я откатился назад, но решил в процессе все-таки немножечко поменять кодек, потому что я понял, что на самом деле мои видео, они после рендеринга получаются в некотором смысле бледными, то есть как бы исходник, он более насыщенный вполне себе, а после рендеринга многие цвета тускнеют и получается немножечко не та картинка, которая хотелось. На самом деле, можно заметить по некоторым играм. Ну, в принципе, конечно, обычно если вы эту игру особенно не играли, вы, в принципе, не заметите ничего. А, допустим, если есть с чем сравнить, то, может быть, кто-то замечал, что вот, вроде, у вас игра более-менее вполне себе. Рюкзак сказал, более-менее вполне себе. Хороший оборотик. Более-менее нормальный в плане цвета передачи, а у меня как-то все тускло. Это как раз из-за рендера, из-за этого пресловутого я его настроил, и вроде как стало получше, поцветастей, и, в общем-то, на этом ясно успокоился, потому что решил, что, в принципе, вполне себе нормально. В принципе, периодически меня так накатывает поэкспериментировать в этом плане, но в итоге я прихожу к тому, что то, что у меня сейчас есть, вполне себе нормально и чуть ли не идеальный вариант для меня. Ну, вот, за исключением как раз передачи, на самом деле, которая выражалась в одной единственной галочке, не там поставленной, точнее, просто поставленной зря. Я ее отключил, в итоге все стало нормально. Ну, и мы продолжаем. На самом деле, уже новостей осталось не так уж и много, потому что, в принципе, такого чего-то глобального у нас ничего не случалось, и все основные новости я вам рассказал. Ну, есть еще один момент, который, я думаю, что нужно вам объяснить, это касается моих видеороликов прохождений. Я думаю, что многие знают, что я сами по себе длинные прохождения не люблю, не устраивают меня вообще, в принципе, концепции, когда я завишу, когда точнее даже мое удовольствие, впечатление от игры зависит от того, что я должен все дело записывать. У нас появлялись так или иначе определенные прохождения не очень долгие. Вот, допустим, сейчас я Warhammer прохожу Total War. Соответственно, я показываю периодически отдельные там какие-то отрывки от игр, взаимосвязанные в нескольких частях. Ну, и вот у нас еще и был Weekend Conquest, который я наконец-то добил. Конечно, окончание получилось не очень хорошее, не очень мне понравилось, но я, честно говоря, просто устал дальше проходить и понял, что, в общем-то, во-первых, не так уж и много и зрителей собирает эта игра, и не стоит игра свечи. А во-вторых, что, ну, игрушка реально под конец стала утомлять и стала не очень радовать. Соответственно, вот такой у нас конец скомканный получился, и, в принципе, вот это самое длительное прохождение закончилось в 15 сериях. Были у нас, на самом деле, и до этого прохождения всяких там Евлатов и прочих. Ну, и, в общем-то, я пока что в будущем ничего такого пока не планирую. Если вам интересует такая тема, видимо, придется вас расстроить. Я пока просто не вижу интересной игры и игры в том числе еще, которые бы я действительно мог бы взяться проходить именно в таком виде, именно через наш YouTube-канал. Ну, в общем, как-то так. Что касается планов, то тут, конечно же, как обычно, у меня все неявно, все не запланировано. Многие мне говорят вообще, что ты вообще как-то не планируешь и видео свои не планируешь, и канал свой не планируешь, что очень, мол, плохо. Ну, может быть, но мне, допустим, нравится так, а не как иначе. Мне нравится именно такой стиль. Ну, поэтому, в принципе, наверное, я сейчас вам не буду грузить касательно планов. Они есть. Есть у меня интересное на будущее задело. Что-то сделать так, что-то не так. Какие-то игры показать, какие-то не показать. Но чего-то конкретного я вам назвать не могу, потому что, в принципе, вот. Из того, что было, из планов, из не реализованных, я хотел в сентябре еще сделать другой стрим, не тот, о котором рассказывал, о стриме по Милли Баттлграмм, он же Оф Кингс Мэн. Сделать стрим с разработчиком, потому что, в принципе, есть сразу несколько русскоговорящих разработчиков участвует в, собственно, создании данной игры. Сделал с ними стрим, но в итоге мы так посвящались, подумали и пришли к той позиции, что, на самом деле, игрушка в том состоянии, ну, то есть, в раннем доступе, который был в начале сентября, она, на самом деле, не очень интересна будет зрителям. А что-то, помимо этого, показать мы просто не смогли. В принципе, мы идеи некоторые, если даже говорить, я идеи озвучивал, но в итоге зародчики сказали, что, ну, как-то ты уж слишком уж самоуверен, даже не самоуверен, а, ну, нереально это сделать, в общем, так мне и ответили, в итоге мы решили к выводу, что, наверное, стоит стримов тогда повременить, отложить его на будущее, но это не означает, что его вообще не будет, может быть, какое-то серьезное обновление выйдет для этой игры, и мы сможем его постримить. Вот пока что из планов, а что-то больше уже вам не скажу, ну, в общем-то, такой у меня еще раз грустили. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписаться на канал, оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok